Раляханум, вы так поэтично выразились про то, как конь скачет. Я не смогу повторить ваше слово. Я журналист не могу. Вот про коня скажите, пожалуйста, повторите, пожалуйста, про коня. Как скачет конь, говорит. Грация какая там. Я вот очень пожилой человек. Да не очень, судя по внешнему виду. И вы знаете, я до сих пор не могу налюбоваться простой скачкой настоящего коня. Вот когда он идет, то есть попускаешь свои, как будто у него крылья, как будто у него, вот знаете, что-то подталкивает. И такая красота, такое обаяние человека, который сидит седока, как будто он там прям всегда жил на этом коне. И это невозможно просто равнодушно смотреть. У меня пробирает меня всю. Я ж вот готова в этот телевизор войти. И думаю, поклониться ему. Спасибо, конь. Не сря воспевали. За то, что тебе Бог сделал для нас, для людей. Грациозом, животом. Как подарок. Да. Это сейчас появились машины. Да. А ведь когда-то были кони. Да. И какие кони были. Красивые. За ними ухаживали. Любили их народ. Селекции. Воевали на нем. Разве можно забыть Чапаева. Пахали, да, да. Который скакал на белом коне. Угу. Мы же дети прям, когда показывали детские фильмы, с любовью смотрели Чапаев скачет. У нас кровь кипела. Мы сидели, ногами стучали, когда конь соскакала. И прям готовы были помочь ему. Да, да, да. Чапаеву. И было очень обидно, когда он проспал. Да, 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 да. Переживали. Да. Когда он Урал переплывал. Да, да. Было очень обидно. И до сих пор Чапаев живет в нас. В сердцах, да. В анекдотах допустим. Он будет так. Да, да, да. Народный человек. Народный герой. Простой человек, вышедший из нас, русского народа. Русского просто народа союза советских социалистических стран. И мы гордимся такими людьми, которые... Вот Пугачев Емельян, Степан Разин, Чапаев. Это наш современник, почти он. Так ведь? Да. И вот читая его рассказы про него, про них, очень хорошо написал. Вот, например, Василий Макарович Шухшин. Да, да. Рази я могу просто так читать такие произведения. Я горжусь своим народом. Вот. Пусть я живу в России, там, где разные нации, но мы все заодно. Мы любим свою страну. А татария, например, я татарка. Да. Она моя родина, где родились мои предки. И я до сих пор преклоняюсь, что они там родились. Что во мне течет ихняя кровь. Да, да. Конечно, я горжусь своей татарией. Но я живу в России. Да, да, да. Россия моя вторая родина. Там тоже мои предки лежат. Вот. Вот так вот проходит моя жизнь. Ну, Василий Макарович, как и многие из нас, он же из гуще народной. Ой. Это самородок, да. Дай Бог, дай Бог ему здоровье было. Нет его, а, да, 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 не стал. На том свете, он потом ему хорошо было. Светлая память, да. Ведь вот просто простой крестьянин. Да, да. Откуда ему дал Бог такой дар? Да. Я прям читала и удивлялась. Такому умному правописанию про то. Стиль какой. Это же история. Это надо сколько знать, чтобы убедить человека, что он действительно, вот Степан Радин, боролся за народ. Что он вот такой организатор. За ним шел народ. Простой русский народ. Вот. И так же Емельян Пугачев. Пусть их когда-то, конечно, с ними сделали то, что нужно. Это было тогда. Мы этого не должны без конца повторять. Да, да. Но он остался в нашей памяти. Да, да. Остался так, как он боролся за народ. Угу.